доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели впереди выходные и уже совсем скоро новый год настроение должно друзья быть только лишь позитивные замечательные если это не так попробуйте сделать все возможное приложить максимум усилий чтобы с этим хорошим настроением встретить новый год потому что она нам очень сильно понадобится мы уже не раз вместе с вами убеждались в том что настрой на финансовых рынках он может быть является одной из составляющих успеха я думаю что спорить с этим ни в коем случае не нужно мы продолжаем разбирать что происходит на низко ликвидных торговых сессий они будут продолжены в таком формате еще и на следующей неделе только лишь через фактически 10 дней мы с вами сможем вернуться к полноценным торговым будням с большим количеством макроэкономических отчетов с возможностью оценить риторику уже в новом году представителей и председатель регуляторов разных регионов и исходя из этого свяжите свое представление о тех трендах которые должны быть определяющими вот в новом 2020 году но сейчас год еще 2019 друзья и я предлагаю все-таки поработать с тем что есть сейчас посмотреть как мы закрываем этот интересный год по нашим торговым позициям у меня лично друзья настроение очень хорошее по ряду финансовых активов все складывается но до невозможности хорошо не хочу ни в накаркать и спровоцировать обратную динамику но надеюсь что до конца этого года ничего существенно негативного для ряда наших позиций не произойдет давайте начнем с нефтянки которая на текущий момент котируется на уровне 66 82 соответственно рост котировок нефти продолжается мы скоро убремся в 67 там будет 68 наверное это уже нагло с нашей стороны на фоне опять же переписи локальных максимумов постоянно пересматривать какие-то целевые ориентиры поэтому здесь нужно возможно остановиться адекватно взглянуть на ситуацию принять для себя конкретное решение какой уровень является для вас достаточным для кого-то это может быть текущей котировки уже более чем привлекательнее для того чтобы пофикситься выйти как говорят на финансовых рынках в кэш и потратить часть этих денег на подарки для кого-то возможно этих уровней еще не достаточно я буду ждать друзья отметки 68 долларов за баррель потому что считают что позитив связанный с подписанием первой фазы торговых торгового соглашения сша китая он еще не полностью дисконтирован в бренде wti последние комментарии представители китая что документ уже на финальной стадии фактически китай готовится к церемонии подписания документ первой фазы будут будет подписан и си дзиньпин им и трампом в первых числах января мы это ждем друзья присоединились к позитиву который транслируется от многих что это первая значимая победа и реальный серьезный шаг на пути последующего уже всеобъемлющего двухстороннего торгового соглашения поэтому в плане перспектив мировой экономики того что происходит в геополитике сейчас нету на причин уходить в защиту паниковать и отказываться от роста котировок нефти исходя из того что в будущем более слабый спрос и слабая мировая экономика приведут к тому что нефть окажется под ударом помимо вот этого геополитического фона который мы обсуждаем своими постоянно еще и статистика на нашей стране данные от api репетиция по запасам нефти вышли фактически накануне запасы по api снизились почти на 8 миллионов баррелей друзья это много если сегодня в 19.00 по московскому времени от администрации аналитической информации мы получим похожие цифры то на факте снижения запасов пожалуйста получим дополнительный триггер который должен позволить котировкам прорваться выше 67 доллар иена 109 48 особой ситуации не меняется да и в принципе она не могла измениться ведь новостной фон остался прежним я ставлю на снижение спроса на защитные активы по этой причине я сейчас не поддерживаю идеи покупки иены и франка ну вот пожалуй золото только одно лишь исключение но там видимо своя правда мы сейчас к золоту еще вернемся по доллару иене мы развернулись друзья ждем роста выше 110 пока следим за тем как развивается новостной фон золото 1512 судя по всему мы не только скажем могли рассчитывать на возвращение котировок как отметки важному сопротивлению полторы тысячи долларов за тройскую омсу ну и в итоге претендовали даже на какой-то бонус который сейчас реализуется и в данном случае цены уже выше я хочу предложить вам прогноз а голман сакса на фоне того что сейчас происходит с котировками нефти на фоне того что этот актив как было признано является инструментом выигрывающим от любого исхода торгового конфликта сша и китая с одной стороны если все будет плохо это причина покупать защитные инструменты золото относится к их числу если напротив страны действительно договорятся последующее восстановление мировой экономики потребуют более высокие аппетиты на промышленные металлы скажем по отдельным точкам зрения золото в принципе относится ним тоже поэтому золото сейчас активно растет может быть опять же связано с повышенным спросом со стороны китая в преддверии лунного нового года ну тоже как одна из причин не будем особо глубоко копаться самое главное что на золото отрабатывать так как должно поэтому ждем 1550 это будет совсем круто если скажем в перспективе ближайших нескольких недель мы сможем добраться до этого значения фунт против доллара 1.29.96 как я уже отметил пока что я держу длинные позиции парламент вернется с каникул 5 января до этих пор вряд ли что-то изменится существенно там потому что и никаких выступлений пока что не запланировано но в то же время функции более-менее нормально ходит я очень надеюсь то что восстановительная динамика последних дней хорошо что коррекционный импульс немножко ослаб перестет какой-то более мощное восходящее движение друзья и сегодня хотел еще несколько слов сказать про биткоин который сейчас торгуется чуть выше 7 тысяч 150 долларов вот некоторое время назад я написал статью связав перспективы биткоина с будущем мировой экономики и с последствиями того самого финансово-экономического кризиса которые все-таки еще может нагрянуть в перспективе какого-то времени и вот к моему большому удивлению те источники которые я просматриваю готовясь к брифингу вот сегодня я набрел на статью которая была наглым образом украдена с портала где я разместил ее ну видимо есть интерес поэтому решил все-таки озвучить еще на тезисы которые заключаются в том что мы видели как биткойн на протяжении 19 года очень сильно коррелировал с темой отношений сша и китае еще больше он коррелировал с тем разговоров грядущего финансово-экономического кризиса как только мы в середине года начали омрачать перспективы мировой экономики и говорили о грядущей рецессии в штатах биткоин получил значительную поддержку тогда мы предположили что биткоин возможно с некоторых пор пользуется статусом как еще одного защитного инструмента то есть он выигрывает периоды экономической смуты и проигрывает тогда когда на рынках все хорошо но с учетом того что проигрывает периоды смут это наверное логично потому что в случае экономического кризиса под ударом оказывается традиционная финансовая система биткоин это актив совершенно другого скажем полюса поэтому с защитными свойствами наверное его нужно смириться потому что они уже были доказаны неоднократно возможно впоследствии это качество будет более выражено так вот друзья связывал я кризис мировой экономики с инверсией кривой доходности если вы хотите детальнее разобраться в этой теме на нашем канале на ютюбе есть специальная секция видео пульс рынка и там инверсия кривой доходности в сша рецессии в штатах и будущее мирового кризиса то есть посмотрите я думаю что не лишним будет а сути там следующее что когда на мировых рынках возникало такое понятие как инверсии кривой доходности как косрочных и долгосрочных облигаций я сравнивал трехмесячные бумаги и десятилетки то через какой-то период времени после этого финансовый кризис наступал за 60 лет мне удалось рассчитать среднюю когда следовал кризис за инверсии это примерно 15 месяцев инверсия между указанными облигациями произошла в марте поэтому я предположил что где-то в мае в июне должен все-таки затрещать мировой финансовый рынок и мы можем вернуться каким-то глобальным а шоком если друзья это произойдет то соответственно к лету скорее всего биткоина появится возможности триггера роста потому что к лету мы снова будем говорить о том что это актив который будет страховать многих от наверное краха классической финансовой системы ну это конечно же прогнозы сценарий друзья но в целом моя рекомендация пока что биткоин продавать а уже ближе к лету разворачивается и снова присматриваться к длинной позиции на этой ноте давайте завершим сегодня большое всем спасибо за внимание хороших выходных увидимся как и всегда на следующей неделе понедельник всего доброго до свидания